Всем подписчикам приветствую! Мы с вами начинаем изучение древнегреческого языка и сегодня у нас четвертое занятие. Давайте приступим. Сегодня мы поговорим о первом склонении. Вы помните, что у нас существует два склонения. Первое и второе. Ну, вообще три склонения. Вот, первое, второе, третье склонение. И мы с вами как раз поговорим сегодня о первом склонении. К первому склонению относятся имена существительные, преимущественно женского рода. С основой, оканчивающейся на А. Окончание на А или у нас с вами на Э. Или на Э. Вот, вот оно. Хорошо, мы с вами движемся. Однако, мы сейчас поговорим о первом склонении мужского рода. Некоторые существительные мужского рода имеют основу на А и склоняются по первому склонению, а артикль по второму. Опять же, по артиклю мы еще с вами поговорим отдельно. Это будет отдельная тема. Это существительные в словарной форме. Это номинативус сингулярис. То есть, номинативус это означает именительное, сингулярис, единственное число. Это будет в словаре, и они оканчиваются на Эйс и на Айс. Помните, женское заканчивается на Э, а мужское на Эйс и на Ас. Ну, давайте посмотрим с вами, как оно выглядит на... А если заканчивается на Эйс. Вот видите, у вас в углу происходит вот этот вот Эйс. Итак, в сингулярисе, смотрите, пошло у нас Эйс, О, Э, Н, А. В плуралисе Ай, Он, Айс, Ас. Ну, и, соответственно, в номинативе, в окативе оно точно так же, как и в номинативе. Эйс, Эйс оканчивается. Итак, теперь, если же существительное мужского рода заканчивается на Ас, то в сингулярисе окончание Ас, О, А, Н, А. А в плуралисе все остается то же самое. Таким образом, мы видим, что меняется только у нас в номинативусе, в дативусе и в аккузативусе. Да, вот, видите, да, произошло вот это изменение. Э, вот, меняется. А так все основное то же самое. Ну, и давайте мы с вами попробуем про... склонять. Давайте мы с вами просклоняем. слово «пророк», «профэтос», «пророк». Смотрите, «пророк», «профэтос», окончание «эс». «Хо», «пророк», «го» — это у нас, это артикль. Опять же, еще раз повторюсь, об этом мы с вами поговорим отдельно, но движемся дальше. Итак, в сингулярисе «пророк» — «профэтос», «профэту», «профэте», «профэтэн», «профэта». В плуралисе «профэтай», «профэтон», «профэтас» или «профэтайс», «профэтас». И здесь то же самое, что и в номинативе. Вот у нас с вами мы просклоняли имя существительное, заканчивающееся на «а». Теперь давайте посмотрим, если оно заканчивается на «ас». Ну и у нас слово «юноша», «хо», «ня», «ниас», «юноша». И опять же, «именительный», «родительный», «дательный», «винительный», «звательный», «падежи». Помним, как это все у нас называется. Мы с вами. Итак, смотрите. «Ня-ниас», «юноша», «ня-ниас», «ня-ниу», «ня-ни-а», то есть «дал кому», «ня-ни-а», «ня-ни-ан», «ня-ни-а», «зову кого», «юноша», «о», «юноша», «ня-ни-а», «ня-ни-ай», «ня-ни-он». «ня-ни-а-с», 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 «ай-с» и «ас». Таким образом, мы с вами просклоняли ими существительное, заканчивающееся мужской род на «ас». Первое склонение. Запомните, пожалуйста. Первое склонение заканчивается на «а» и на «ас», Второе склонение заканчивается на «ос», на «э», на «э-с» и на «ас», а второе склонение на «ос». И у нас с вами вырисовывается вот такая вот табличка. Данная табличка, смотрите, вот что у нас здесь с ней есть. Смотрите, это мужской род, женский род, средний род. Ну, третье склонение нам пока неинтересно, поэтому больше места предоставили первому и второму склонению. Мы уже знаем, в принципе, окончание среднего рода во втором склонении. Потом в следующем уроке я их забью сюда. А сейчас, вот смотрите, что мы видим. Мы видим мужское первого склонения, «эс» либо «ас», и вот пошло ее склонение. И, соответственно, дальше в плюралисе то же самое. «Эс», «ас», «о», «э» или «а», «эн», «ан», «а», «ай», «он», «айс», «ас». И в сингулярисе «ос», «оу», «о», «он», «э», «ой», «он», «ой», «ой», «с», «оу», «ой». И это вот второе склонение мы с вами посмотрели. Эту таблицу, пожалуйста, себе зафиксируйте. А мы с вами давайте поговорим об активном словаре. Активный словарь. «Таута», «эти», слово «талта», «эти». «Графо», «графо», «писать», «гина», «чтобы», «хара», «радость». Отсюда еще происходит слово «харис», «богогадать», «радость». Дальше. «Плеро», «наполнять», «плеро», «наполнять». И зафиксируйте, пожалуйста, этот активный словарь. Мы же с вами, давайте, почитаем текст. Смотрите. Первая Иоанна, первая глава, четвертый стих. Ударение здесь, видите, на гласную «э». Еще раз. Таким образом, здесь хочу обратить ваше внимание. Видите, здесь у нас «э» – это артикль, относящий к существительному радость. «Хара», мы помним. А эта вторая «э» у нас читается не как «э», а как «э». Потому что здесь, видите, данная вот такая вот запятая, да? Это придыхание «э», а здесь «э». И это у нас глагол «быть», чтобы радость наша была наполненной или совершенной. Ну, давайте с вами сделаем перевод. «Кай», запомните, «кай» – это всегда «и», «талта» – это «графо», помните слово «графо», а здесь «графо мэн». Пишем мы, мы пишем, пишем «гина», чтобы «хехара», чтобы радость наша была наполненной. Ну, или переводят еще как «совершенной», наполненной совершенством. Таким образом, мы с вами прошли четвертый урок. И вам всем благословений учите, запоминайте. Пусть Бог вас хранит. Субтитры создавал DimaTorzok